Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Уважаемые братья и сестры, сейчас мы отключим пока комментарии. Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Помиловися Всевышнего Аллаха, мы собрались. Опять сегодня в этом эфире размышления над Кураном, Тафсир, священного Курана. Просим Аллаха, чтобы дал нам баракат из этого урока, иншаллах, чтобы Всевышний Аллах дал нам пользу из того, что мы слышим. На прошлом уроке мы разобрали суру Аль-Масадда, пальмовые волокна, 111-я сура священного Курана. Сегодня у нас сурат Аль-Наср, сура переводится как победа, как помощь, 110-я сура священного Курана. Вначале ее зачитаем, иншаллах, потом переведем и потом уже разберем эту суру. Ауазу بالله من الشейтану الرجим. Бسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسمح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا توقف الناس يدخلون في دين الله للجلس Во втором аяте Субханаму Ата'аля сказал, когда ты увидишь, как люди толпами обращаются в религию Аллаха, то есть зайдут в религию Аллаха Субханаму Ата'аля люди толпами. В третьем, в последнем аяте Всевышний Субханаму Ата'аля сказал, вославь же хвалой Господа своего и попроси у него прощения, воистине он принимающий покаяние. Сурат Аль-Наср, уважаемые братья и сестры, 110-я сура Священного Кур'ана, сурат Аль-Мадани. Мединская сура, то есть, значит, в Кур'ане сура делится Макия и Мадания. До этого мы брали с вами сурат Аль-Масад, она была Миканская. То есть, по единогласному мнению ученых, то что сурат Аль-Масад она Миканская, сурат Аль-Наср она Мединская. Что имеется в виду Миканская, Мединская? То есть, та сура Миканская, имеется в виду та сура, которую Аллах Субханаму Ата'ни спасал на сердце посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, до переселения из Мекки в Медину. Это называется Мекки. То, что было неспособлено Пророку Мухаммаду, салаллаху алейхи вассалям, после переселения, то это Мединская сура. В первом аяте Субханаму Ата'але сказал, когда придет помощь Аллаха и настанет победа. Ида джаа насруллах. Помощь Аллаха. И победа. Открытие. Передается то, что в сахих муслим. Аль-Ибн Аббас, ардаллаху альху. Анна ахра суратин назалят камилятин алян-наби, салаллаху алейхи вассалям. То есть, сурат Аль-Наср, это последняя сура, которая целиком была неспослана Пророку Мухаммаду, салаллаху алейхи вассалям. То есть, как полная сура из всего Кур'ана, полноценная сура, именно последняя сура, которая была неспослана Пророку Мухаммаду, салаллаху алейхи вассалям, это сура Аль-Наср. Если посмотреть вообще, самое первое, что было неспослано на сердце посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, первые аяты, пять аятов из сурат Аль-Аляк. Икра, читай. Как суры, то есть, когда был Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, в пещере Хира, и когда он увидел Джибраил, салаллаху алейхи вассалям, впервые в своей жизни, именно в том облике, которым сотворил его, субханаху алейхи вассалям, был в непространстве. Как передал, салаллаху алейхи вассалям, было 600 крыльев, одно крыло покрывает Дунья, то есть, что-то новое для посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, он прибежал к своей супруге Хадиджа, салаллаху алейхи вассалям, сказал, дафируни, дафируни, заммилуни, заммилуни, укутайте меня, укройте. То есть, он напугался, салаллаху алейхи вассалям, и когда ему нажал на грудь, Джибраил, салаллаху алейхи вассалям, сказал, Икра, Икра, читай. То есть первые пять аятов, что было ниспознанно на сердце посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям. Когда он пришел к Хадиджи, рада Аллаху Аанха, Аллах ниспослал целиком суру, «Я айюхаль мудэфир», «О, укутавши», «Кумфа анзир», «Вараббака факаббир», «Васиябака фатагир», «О, тот, кто укутался, вставай, призывай». То есть Аллах, субхамм и Тааля, целиком суру, как первую суру, ниспослал пророку Мухаммаду, саллаху алейхи вассалям, «Аль мудэфир», как аяты, первые аяты, то, что было ниспознанно на сердце посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, пять аятов из суры «Аляк», «Икра бисмираббик лаа», «Ладзи халак». Последние, как суру, целиком, ниспослала на сердце пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, Всевышний Аллах, сура «Аль-Наср», именно вот эта сура. Последнее, самое вообще, что из аятов, из коронического текста, то, что было ниспознанно на сердце, саллаху алейхи вассалям, из сурата «Аль-Бакара», «Ваттику яуман турджауна фиги илля Аллах», «Суммат вафа куллю нафсима касабет, «Вахум ла юзламун», «Бойтесь того дня, когда вы все вернётесь к Аллаху, субханава та Али, и каждая душа получит то, что она заслужила, и никто не будет притеснён». Сура – это Мубарака, благодатная сура. И весь Кур'ан – Мубарак. Мало аятов. Три аята. Мало слов, мало аятов, однако смысл у этой суры великий и очень большой. Когда Аллах не спослал эту суру, посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, в своём поясном поклоне и в земном поклоне больше произносил То есть восхвалял Всевышнего Аллаха, субханава та Аля, и просил у Аллаха прощения. О, Аллах, прости меня. Почему? Потому что Аллах, субханава та Аля, сказал «Вослав же хвалой Господа твоего, и проси у Него прощения». И проси у Него прощения. Хотя пророку Мухаммаду, саллаху алейхи вассалям, всё Аллах, субханава та Аля, простил. И всем посланникам Аллах, субханава та Аля, простил «Каню ма асрумина ани л-дзунуби ва л-ахта» То есть им Аллах, субханава та Аля, простил все грехи пророкам, посланникам. И пророку Мухаммаду, саллаху алейхи вассалям, Всевышний, субханава та Аля, сказал «Ли ягфираля к Аллаху ма тэкаддама мин дзэмбика ва ма тээххар» Аллах простил тебе все, что было из грехов и все, что будет, но однако почему он просил прощения, когда он просил Аллаху прощения, выставил ночные молитвы, Аиша его спрашивала, тебе же Аллах простил, зачем ты у него просишь прощения, почему ты по ночам молишься, на что он ответил, неужто я буду неблагодарным Аллаху за это? Неужто я буду неблагодарным Аллаху за это? Когда придет помощь Аллаха и настанет победа, то есть в данном случае большинство мнений ученых, джумхуру, улема говорят, имейте ввиду открытие, открытие Мекки, однако наср, помощь Аллаха, победа от Аллаха, то есть открытие это также победа, это также помощь, Но однако здесь ученые говорят То есть после того, как Аллах упомянул что-то в общем, Аллах упомянул что-то отдельно, например, Аллах в Коране говорит То есть то, кто будет врагом Аллаха, врагом его ангелов, его посланников, и потом говорит, врагом Джибраиля, алейхиссалям, и Микаиля, то есть хотя Джибраиля, алейхиссалям, он уже входит в состав ангелов То есть, достаточно было Аллаху сказать, если бы Аллах нам не послал и сказал, то, кто будет врагом Аллаха, его ангелов. Уже понимаем мы с вами, что Джибраил туда входит в состав ангелов. Микаил туда входит, но однако здесь Аллах отдельно о них говорит. Или, например, как Аллах говорит. Берегите свои молитвы и берегите серединную молитву. То есть, аср. Понятно, что аср, она входит уже во все молитвы. Но почему Аллах отдельно о ней говорит после того, как сказал берегите молитву. И отдельно упомянул серединную молитву, молитву аср, чтобы показать нам с вами о ее величии. То есть, так как Джибраил, алейсалям, входит уже в состав ангелов Аллаха, так как серединная молитва аср входит в состав молитв. То также фатху Мекка, открытие Мекки, входит в помощь Аллаха, но однако Аллах отдельно выделяет открытие Мекки. То есть, великое событие открытие Мекки. То есть, помощь Аллаха, она не останавливается, только не зацикливается, так скажем, на открытии Мекки. Аллах, субхану ва Та'ля, много помог пророку Мухаммаду, салаллаху алейху ассалям, как говорит, субхану ва Та'ля, в Коране, в сурате Таубе, Аллах, субхану ва Та'ля, во многих обстоятельствах, во многих битвах Аллах, субхану ва Та'ля, помог. Однако здесь Аллах, субхану ва Та'ля, указывает на величие этого события. Открытие Мекки, фатху Мекка. То есть, открытие Мекки, это стало, так скажем, печатью для многих вещей. Многие вопросы закрылись у посланника Аллаха, салаллаху алейху ассалям. Многие вопросы решились с открытием Мекки. Если, например, почему, потому что после этого, субхану ва Та'ля, сказал, То есть, ты увидишь, как люди будут много заходить в религию Аллаха, субхану ва Та'ля. Ты увидишь, как люди толпами будут приходить в религию Всевышнего Аллаха, субхану ва Та'ля. И так оно и есть, уважаемые братья и сестры. Если посмотреть на арабов, то из них были те, которые приняли ислам еще до открытия Мекки. Из них были, хотя, несмотря на это, продолжался дарвать, то есть, и раньше продолжался до открытия Мекки. Не останавливался призыв посланника Аллаха, салаллаху алейху ассалям. Если посмотреть, пророк Мухаммад, салаллаху алейху ассалям, начал один, субхану ва Та'ля, призыв. Пришел, с ним никого не было, кроме его супруги Хадиджи, рада Аллаху альха, и Али, ибнаби Талиб. Абу Бакар, ибнаби Аркам, присоединился. Потом они скрывались в Фидар, ибнаби Аркам, был скрытый призыв. Потом, через какое-то время, принял ислам Хамза, Умар, рада Аллаху альху альху. То есть, облегчил чуть-чуть пророку Мухаммаду, салаллаху алейху ассалям. Потом была хиджра, переселение в Медину. Там посланник Аллаха, салаллаху алейху ассалям, построил межиды Набави, мечеть пророка, салаллаху алейху ассалям. И так постепенно, постоянно, до открытия Мекки, призыв, альхамду ля, увеличился. Люди приходили в ислам, принимали ислам. Но когда было открытие Мекки, то есть толпами заходили в религию Аллаха, то есть было Сульх-Аль-Худайбия, некоторые арабы отвернулись, то есть не приняли ислам, некоторые приняли ислам, а некоторые тарададу, то есть были в сомнении. То есть они говорили, вот если мы увидим что-то такое, какое-то чудо, то есть уже все, нам не будет уже выбора принимать или не принимать ислам, тогда мы примем и пойдем за Мухаммадом. То есть для нас, как будто они говорят, то есть до сих пор для нас еще непонятно, он посланник или не посланник. А вот когда уже будет открытие Мекки, ведь Мекка, они говорили, это город, который защищает Всевышнего Аллаха, это тот город, который защищает Всевышнего Аллаха, то есть Аллах, защитил этот город от Абраха, когда он приходил с более большим войском, чем пришел пророк Мухаммад, и Аллах, защитил Мекку, защитил Киабу. Вот когда, если Мухаммад зайдет в Мекку, то есть будет открытие Мекки, тогда уже мы поймем, что он от Всевышнего, если ведь он не от Всевышнего, тогда Аллах, Субхану Ва Таиле, не позволит ему это открытие сделать. И поэтому Всевышний Аллах, Субхану Ва Таиле, сказал в Коране, Всевышний Аллах, Субхану Ва Таиле, сказал, то есть не одинаковые те из вас, которые тратили, которые отдавали на пути Всевышнего Аллаха, Субхану Ва Таиле, жертвовали на пути Всевышнего Аллаха, Субхану Ва Таиле, до открытия Мекки и сражались. Всевышний Аллах, Субхану Ва Таиле, сказал, те, которые до открытия Мекки сражались и жертвовали на пути Всевышнего Аллаха, Субхану Ва Таиле, они более выше перед Аллахом, Субхану Ва Таиле, в дорожатых степенях. И всем Аллах, Субхану Ва Таиле, обещал благо. Всем обещал, Субхану Ва Таиле, благо. Почему? Потому что когда до открытия Мекки были тяжелые времена, когда у мусульман не было силы, то время, когда тяжело было, тяжелое время, хиджра была. То есть вот эти, они вышли перед Всевышним, Субхану Ва Таиле, как говорит Всевышний Аллах, Субхану Ва Таиле. А после открытия Мекки уже все, как бы понятно, что некуда было, некоторые, как ученые говорят, поэтому Аллахра нефаq. После открытия Мекки было много нефаq, было лицемерие. До этого не было лицемера, потому что было ваqt al-da'af, было слабо, слабо были мусульманы. А после открытия Мекки уже сила была у мусульман. Поэтому некоторые арабы ждали, сказали, вот когда будет открытие Мекки, тогда мы и последуем за Мухаммадом. Поэтому пророк Мухаммад, салаллаху алейху ассаляму, сказал, нет переселения после открытия Мекки. То есть после того, как откроется Мекка, тогда уже для вас, уже как бы, вам некуда будет идти. То есть и нету никакой достоинства у этой хиджры, у переселения, после открытия Мекки. Поэтому те, которые сделали переселение с пророком Мухаммадом, салаллаху алейху ассаляму, до открытия Мекки, они ближе к Аллаху, субхану и ва та'але, и всем Аллах, субхану и ва та'але, уготовил благо. Ида захара Мухаммад, то есть они говорили, если Мухаммад зайдет в Мекку, тогда для нас все будет понятно. То есть то, что он пророк. Потому что Аллах, субхану и ва та'але, защитил от Абраха, и также, если он не пророк, тогда Аллах, субхану и ва та'але, защитит Мекку от Мухаммада, салаллаху алейху ассаляму. То есть почему Аллах, субхану и ва та'але, поможет Мухаммаду, если он не пророк, как бы вот так говорили. Всевышний Аллах, субхану и ва та'але, сказал, когда придет помощь от Аллаха и откроется Мекка. Когда ты увидишь, как люди толпами обращаются в религию Аллаха, То есть здесь Субханаму Аталья сказал Нас люди Но имеется ввиду, что какие люди? Не все люди, до сих пор Не все люди принимают ислам Не все люди вступают в религию Аллаха Субханаму Аталья Есть и люди, которые вообще ни во что не верят Но имеется ввиду много людей Много людей войдут в религию Аллаха Субханаму Аталья И здесь Субханаму Аталья не сказал Фиддин в религию И не сказал «филь ислам» в ислам, а сказал «фидини лая», религию Аллаха. Это идвафа, так скажем, Аллах, это идвафа, такая связка, почёта. То есть религия Аллаха, не просто религия, а религия Аллаха. Здесь Субхану теаля приписал, что это религия Аллаха. Например, как говорится, бейт Аллах, дом Аллаха. Или Расул Анлах, посланник Аллаха. Верблюдица Аллаха, Ард Аллах, земля Аллаха. То есть, здесь тоже шараф, некий такой почет, то есть, это религия Всевышнего Аллаха, субханаху ва Та'аля. Афуаджа, то есть, джамаат, то есть, толпами, имеется в виду джамаатами, племенами, кадаил, тейпами заходили в религию Аллаха, субханаху ва Та'аля. Поэтому, этот год назвали Ам-Уфут, год делегаций, то есть, приходили делегации к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и принимали ислам из Йемена, приходили из других городов, из Ахся, и все принимали ислам делегациями, толпами, толпами. И Всевышний Аллах, субханаху ва Та'аля, в последнем аяте говорит, Вослав же хвалой Господа своего, и проси у Него прощения. Джавабу шарт То есть здесь именно условия То есть ты должен восхвалять Аллаха Субханава Тааля И просить у Него прощения Если так посмотреть, уважаемые братья и сестры То есть такое событие Радостное событие На разум что приходит Благодари Аллаха, правильно же? Благодари за это Но почему здесь Аллах Субханава Тааля сказал Восхваляй Аллаха и проси прощения А не сказал Аллах Субханава Тааля Например, фашкури лля, фахмади лля То есть благодари Аллаха Что сказал Субханава Тааля Восхваляй и проси прощения Ученые говорят Почему Аллах Субханава Тааля В этом аяте не сказал Благодари Аллаха, а сказал Восхваляй и проси прощения Чтобы была какая-то польза Ведь когда человек просит у Аллаха Субханава Тааля Прощения Аллах Субханава Тааля не просто прощает грехи Но также Аллах Субханава Тааля дает своему рабу то, что он пожелает. Как Нух, алейс-салям, сураты Нух приводится, когда он сказал своему народу, просите у Аллаха, субхану ва-та'ля, прощения. Аллах прощающий. Если будете таковыми, то Аллах, субхану ва-та'ля, даст вам обильные дожди. То есть Аллах, субхану ва-та'ля, даст вам богатство, даст вам детей, и даст вам сады, и даст вам реки, которыми вы будете поливать свои сады. Хасин-баср, рахмаху Аллах, пришли к нему трое. Один сказал то, что у меня нету детей. Второй пришел и говорит, у меня нету богатства. И третий говорит, у меня есть сад, но Аллах, субхану, не дает дождей, и ничего там не растет. И всем Хасин-баср сказал, проси в Аллах о прощении. И второму также сказал, проси в Аллах о прощении. И третьему также сказал, проси в Аллаху, субхану ва-та'ля, прощения. И те, кто были рядом с ним, его ученики, спросили, они к тебе все пришли с разными вопросами. А ты ему дал один ответ. И на что он сказал, Нужно вы не слышали, где Всевышний говорит, Всевышний, субхану ва-та'ля, я сказал, просите у Аллаха о прощении, он прощающий. Если будете таковыми, то Аллах даст вам обильные дожди, даст вам богатство, даст вам детей, и даст вам сады, и даст вам реки, которыми будете вы поливать эти сады. То есть, когда просит искрену, Раб Аллаху, у Аллаха, субхану ва-та'ля, прощения, то Всевышний Аллах, субхану ва-та'ля, не только прощает его грехи, но также ему даёт благодать. И когда мы вот с вами сейчас почитали намаз Аиша, например, да, когда сказали Первое, что мы попросили у Аллаха прощения. То есть, первое, что мы, опять же, только мы делали благое дело поклонение Аллаху но как дали салям, вышли из этого опять же, мы что просим Аллаху покаяния прощения, здесь фаида и второе почему сказал пророку Мухаммаду просил Аллаху прощения то есть здесь Аллаху показал пророку Мухаммаду то что твой срок приблизился то есть твоя смерть приблизилась поэтому это последняя сура которая была не способна пророку Мухаммаду приводится то что когда Аллах не спослал эту суру пророк Мухаммад обратился к своей дочери Фатиме и сказал поистине Аллаху не спослал мне послание о моей кончине, о моей смерти то есть я скоро умру на что она заплакала то что мой отец то что посланник Аллаха скоро умрет потом он ей что-то сказал она засмеялась на что она ответила я заплакал когда мне сказал отец когда посланник Аллаха сказал то что он умрет скоро то что ему Аллах Субхану Аталья послал знак послал ему послание о его смерти то что его смерть приблизилась и засмеялась когда он мне сказал то что я самый первый из тех кто встречит с ним после смерти. Так понял эту суру пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, как бы Аллах сказал ему, «Аддейте миханак, аддейте рисалятик». Ты уже... Все, что было востребовано от тебя, Мухаммад, то, что мы возлагали на тебя, вот это рисаля, послание, ты его выполнил. И сейчас просил Аллаха, субханаллаху алейхи вассалям, прощения, то есть готовься к смерти и восхваляйся, и Ваше Всевышнего Аллаха, субханаллаху ата ваше Всевыш hidden в хадисе от Ибн Аббаса, рода Аллаха, так же приводится хадисе от Ибн Аббаса, рода Аллаха, от Айши, рода Аллаху а encourages людей, то, что когда послания gettin' Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, когда Аллах не сбасал ему эту суру, он много произносил, субханаллаху мараббана, вебхамдик, Аллаху махфирли, просил у Аллаха, субханаллаху ата ваше Всевыш Veterans Ne Bias Абдуллах ибн Аббас, рада Аллаху ангум, хибр-ли-ислам, чернила ислама, то есть великий ученый, сподвижник, великий ученым был. И во время правления Умар ибн Хаттаба, то есть ему тогда было где-то 12-13 лет, когда умер посланник Аллаха, примерно в 10-летнем возрасте был он. И Умар ибн Хаттаб везде, где были уроки, когда он давал уроки старикам, шиюхам, то есть людям пожилого возраста, брал с собой вот этого маленького Абдуллах ибн Абдаса, примерно в 12-13 летнем возрасте. И эти шиюх, вот эти старики, как бы не нравилось им это, обижались и говорили, то есть у нас тоже есть дети в его возрасте, мы же их сюда не приводим, зачем ты его сюда водишь? И Умар, абдуллаху ангум, ничего не отвечал и молчал. И когда в один из дней Умар ибн Хаттаб обросился к этим старикам и спросил, Прочитал эту суру и сказал им, обратился к старикам и сказал, что вы можете сказать по поводу этой суры? И тогда они сказали поверхностное, перевод, то что было открытие Мекки, то есть люди зайдут толпами в ислам, и так оно и было. И тогда повернулся в этот момент Умар ибн Хаттаб, повернулся к Абдуллах ибн Аббасу, к этому мальчику и сказал, Так же ты скажешь об этой суре, так же ты скажешь об этой суре, на что он сказал, Не просто сказал нет, он говорит, так нет, невозможно так сказать, как они сказали. Это послание от Аллаха, пророку Мухаммаду, Аллах послал ему послание, то что его срок приблизился, его смерть, кончина приблизилась. На что он сказал, Клянусь Аллахом, я об этой суре тоже так же знал, как он сказал. И тогда он повернулся к этим старикам и сказал, А сейчас вы поняли, почему я его с собой везде вожу? И достаточно дуа пророка Мухаммада, саллаллаху алейкум, при жизни Абдуллах ибн Аббаса, на что он делал дуа за него и сказал, Аллаху мафақыху фиддин, уаалимху тяуин, О, Аллах, дай ему, этому ребенку, этому Абдуллаху ибн Аббасу, дай ему понимание в религии и обучи его тяуилю, то есть тафсиру. Аллах, субханава та'аля, сказал, Фасаббих би хамди роббика вастагфир, иннаху кана таваба. Вослав же, хвалой Господа своего, восхваляй Аллаху, субханава та'аля, своего Господа, и проси у него прощения, воистине он принимающий покаяние. Здесь Аллах, субханава та'аля, сказал, таваба, имеется ввиду, или мубалага, то есть Аллах, субханава та'аля, много принимает покаяния. Аллах, субханава та'аля, много принимает покаяния. То есть Аллах не сказал, например, иннаху я тубу, он Аллах прощает. Нет, Аллах много принимает покаяния. Поэтому в хадисе Аль-Кудсе говорится, когда раб Аллаха совершает тот или иной грех, после этого он что? Он обращается к Аллаху, субханава та'аля, и просит у Аллаха, субханава та'аля, прощения за свой грех. Говорит, о мой Господь, прости меня, прости мне этот грех. В этот момент Аллах Субханаму А.В. говорит то есть мой раб совершил грех. После этого он понял, что у него есть Господь, который наказывает за грехи и который прощает грехи. Попросил у меня прощения, Аллах Субханаму А.В. говорит, я его прощаю. Потом опять возвращается на этот грех и опять просит прощения Аллаху Субханаму А.В. опять говорит Мой раб совершил грех и знает, что у него есть Господь, который прощает за грехи и наказывает за грехи. Я его прощаю, попросил прощения, я его прощаю. И третий раз, и постоянно. Потом Всевышний Субханам А.В. говорит Делай, что хочешь, я тебя простил. Делай, что хочешь, я тебя простил. На что это указывает хадис, уважаемые братья и сестры? Не то, что иди дальше грехший. Нет. Но человек Человек сотворен слабым. Шайтан Юасвис, как мы сказали, шайтан, он нашептывает, когда брали Тафсиры, Суратин Нас, нашептывает сердца людей. Если раб Аллаха Субханам А.В. согрешил, у него не было намерения до того, как совершить грех, у него не было ниятой грешить сегодня целый день. Если вдруг он попал в грех, он просил Аллаху Субханам А.В. прощения. И оставляет грех. Потом, если вдруг опять возвращается, опять просит у Аллаха Субханам А.В. прощения. Имеется в виду, не иди дальше греши. Нет. Но если раб Аллаха совершил тот или иной грех, и после этого просит у Аллаха покаяния, тяубы, то обязательно Аллах Субханам А.В. будет его прощать. Обязательно Всевышний Аллах Субханам А.В. его будет прощать. Если как только перестанет раб Аллаха просить у Аллаха Субханам А.В. покаяния, прощения, то тогда не Аллах Субханам А.В. оставит его без своей милости. Поэтому просим Аллаха, чтобы он простил нам с вами наши грехи, чтобы вел нас прямым путем, путем Кур'ана, путем сунны пророка Мухаммада, чтобы сделал нас из числа обитателей рая. Это открытие Мекки было в восьмом году по хиджри. Это великое событие в истории ислама и при жизни пророка Мухаммада. Когда придет помощь Аллаха, и настанет открытие Мекки. Когда ты увидишь, как люди толпами обращаются в религию Аллаха, вославь же хвалой Господа своего и попроси у него прощения, воистине он принимающий покаяние. Да, Аллаху Субхану Ва Тааля нам встретится, иншаллах, помимо Аллаху Субхану Ва Тааля, мы взяли тавсиры и суры. Иншаллах, следующая наша с вами встреча мы в сторис напишем. Будет, наверное, также в четверг, в восемь часов вечера по московскому времени. Барак лафикум. Берегите себя, своих близких. Ва саллаллаху аля набиину Мухаммаду, аля алихи, ассахаби, аджмаин. Ассаляму алейкум у рахматуллаху и браката.